Днем на пульт 102 от жителей города поступило сообщение о том, что в районе верхнего базара произошла драка между студентами. На место вызова уже спустя несколько минут прибыл экипаж дорожно-патрульной полиции. Выяснив обстоятельства дела, одного из участников полицейские передали врачам скорой помощи, которые доставили пострадавшего в больницу. Молодой человек сражен порядка рассказал, что знает обидчика и даже назвал его адрес проживания. Сейчас полицейские ведут розыск подозреваемого. С пульта 102 к нам поступило сообщение о том, что избит молодой человек и он нуждается в медицинской помощи. Мы приехали к месту вызова и обнаружили избитого парня. У него была травма головы и кровоподтеки. Оказав первую помощь, наша бригада доставила пострадавшего в больницу скорой медицинской помощи. Дальнейшие лечения будут проводить местные врачи. Сотрудники дорожно-патрульной полиции Туркестанского РОВД на трассе Кызаларда-Туркестан попытались остановить автомашину марки «Линкольн-Навигатор». Но водитель автомобиля, игнорируя требования полицейских, попытался скрыться. Сообщение об инциденте поступило в Центр оперативного управления. Стражи порядка объявили план перехват. Туркестан, Голос-Навигатор, Голос-Навигатор, Патруль-Док-Полиция, ЮКИ, Секцентр, Мавильдек, Товна. В 284-м экипажу дорожно-патрульной полиции поступило сообщение о том, что необходимо задержать автомашину марки «Линкольн». В ходе патрулирования по данному заданию на одной из улиц Туркестана мы заметили машину, объявленную в розыск. Мы догнали его и звуковым сигналом потребовали остановиться. Но водитель, не реагируя на приказ, попытался от нас оторваться. Мы его догнали и остановили на одной из улиц Туркестана. При осмотре автомашины полицейские поняли причину бегства водителя «Линкольна». Под передним пассажирским сиденьем был также обнаружен травматический пистолет марки «Осар». Сейчас задержанный водитель заключен в изолятор временного содержания. Водителем автомашины оказался молодой человек 1989 года рождения. При обыске автомашины в багажном отделении мы обнаружили два пакета с зеленым веществом растительного происхождения и специфическим запахом, похожее на наркотическое вещество. По факту незаконного хранения и перевозки наркотиков, а также незаконного хранения оружия возбуждены уголовные дела. Ведется следствие и в ближайшее время дело будет передано в суд. В ночь с 24 на 25 ноября примерно в час авария произошла на трассе с сообщением «Шимкент-Ташкент». Здесь столкнулись с Део Матис и ВАЗ-2115. Водитель Матиса выехал на встречную полосу движения и, как утверждают очевидцы, управлял автомашиной в нетрезвом состоянии. Двух пострадавших пассажиров ВАЗа врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести. Водитель Матиса признался, что управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. Если экспертиза докажет, что молодой человек управлял автомашиной в нетрезвом состоянии, его ждет наказание в виде лишения водительских прав сроком до двух лет. Водитель Матис и ВАЗ-2115